Лето для школьников совсем не повод сидеть дома, часами зависая в различных гаджетах. Напротив, есть отличный шанс поднакопить силы и здоровье для нового учебного года. Делать это можно в том числе в пришкольных лагерях, которых в городе хватает. Самое важное, что в каждом из них уделяется серьезное внимание спорту. Мы ходим каждый день в парк, играем в футбол, волейбол. Ну и ГТО сдаем тоже. А раньше сдавала ГТО или это первый раз? Да, сдавала. Ну, почти все золото. Городской департамент по спорту и молодежной политике уже не первый год старается сделать отдых школьников активным. Есть и традиционный для этого путь, имеем у спартакиады пришкольных лагерей. Сейчас стартовала первая смена. И в дебютный день участникам спортивного мероприятия было предложено попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Когда я шел, я думал, что я смогу все сделать и очень нервничал. Потом все-таки думал, что все, я смогу настроиться и вот попробовал. Вроде как-то получилось хорошо. Команд на стадионе 40-й школы собралось немало. Этих детей хлебом не корми, только дай возможность доволь набегаться и напрыгаться. Важные жизненные ценности, а занятия спортом к таковым, безусловно, относятся, а у подростков уже привиты. На спартакиаду отправились с огромным удовольствием. Впечатления я не знаю. Впечатления у меня всегда по спорту были хорошие. Меня просто добрали, я поехала, согласилась, не стала отказываться. Конечно, цель есть. Как же мы поедем сдавать нормативы ГТО без победы. Нам, конечно же, нужна победа. На следующий день на стадионе Строймаш было многолюдно. Пожалуй, такого количества народу здесь не бывало даже тогда, когда домашние матчи во втором дивизионе проводил футбольный клуб Тюмень. В 10 часов начать очередные виды спартакиады не получилось. Слишком много желающих. Но потихоньку с протоколами разобрались и девчонки приступили к перестрелке. Эта игра по своей сути напоминает вышибалы. Правда, с более изощренными правилами, которым надо успеть адаптироваться. Новичкам очень сложно. Тем же, кто практикует перестрелку на уроках физкультуры по ходу учебного года, приходится явно легче. Да, я играла целый год в школе своей. Да, готовились. Мы играли, тренировались, обыгрывали мальчиков. Параллельно стартовали соревнования по мини-футболу. Здесь не обошлось без изюминки. Вроде бы девчонкам была уготовлена перестрелка, но и с футбольным мячом побегать не против. Причем дело это технично и умно. Как команда 38-й школы в первой встрече турнира разобрали оппонентов со счетом 4-0. Ну, команда давно, а я недавно занимаюсь. Просто люблю этот вид спорта, поэтому занимаюсь. Зато на других площадках драматургия была совсем другая. Система-то олимпийская. Поражение, отправляешься домой. Ничьей быть не может. Поэтому порой приходилось бить и пенальти. В одной из дуэлей удача лубнулась команде школы 65. Мы к любым соревнованиям относимся очень серьезно. Мы всегда тренируемся и играем. Нам нужна только победа и победа. Каждый матч мы настраиваемся по-своему. И играем, и выигрываем. Этими соревнованиями спартакяда первой смены завершилась. Впереди еще две.